Братья и сёстры, друзья, гости, все, кто пришёл сегодня на это место. Наконец-то праздник Библии. Слава Богу, сегодня первый день. И мы хотим говорить о Слове Божьем. И мы хотим говорить о Слове Божьем, которое меняет человека, которое нам оставлено Богом, и в этот праздничный день Библии. Друзья мои, Священное Писание писалось на протяжении 1600 лет. Мои друзья, Священное Писание писалось на протяжении 1600 лет. Писалось более чем 40 авторами. Писалось более чем 40 авторами. Это были Цари, Священники, Пророки, Рыбаки, Пастухи. Это были простые люди. Это были государственные деятели, учёные. Это были государственные деятели, учёные. Друзья мои, Слава Богу за Слово Божье. Мои Freunde, праздничные, Слава Богу за Слово Божье. Мы имеем это в наших домах. Мы имеем это в наших домах. Мы имеем это в Церкви. Мы имеем это в Церкви. И мы имеем это в сердце. Потому что всё, что в нашей жизни произошло, всё, что Бог для нас сделал, всё, что Бог для нас сделал, это Духом Святым через своё Слово. Это было через Его Слово. Друзья мои, Слово Божье говорит нам о том, что это Слово, которое мы имеем, это не было предназначено по воле человека. Это не было мнение человека. Это не были его идеи. Это были его идеи. Но это Слово было от Бога. И он двигал это Слово. И он двигал это Слово. Подобно как ветер двигает парусные корабли. Это слово двигалось через этих людей, которых Бог употреблял до этого служения. Друзья мои, что мы сегодня слышали это прекрасное свидетельство нашего брата Павла как Бог употребил свою работу для его спасения. Как Бог поменял его сердце. Друзья мои, люди этого мира, которые не хотят это слышать, не хотят это признавать, они говорят, что человек может поменять материальные блага. Технический прогресс, или знания, или сознание, и от этого человек станет лучше. И когда я об этом слышу снова и снова, я вспоминаю одного хорошего, такого умного человека, это был Еврей, хотя я об этом не знал. Когда мне было 15 лет, я поступил учиться на профессию. И у нас был такой хороший учитель по истории, общественному ведению и философии. Но мы ее не изучали, он преподавал в другом месте. Мы были в Казахстане, но мы ее не изучали, он преподавал в другом месте. Вы знаете, я жил в Казахстане, и в то время его класс, которым он преподавал, был самым лучшим в области. Я жил в Казахстане, и его класс, которую он учил, была лучшая в Умаге. Стороны у него закрывались автоматически. В других классах это делалось над деревянной палочкой. В других классах это делалось над деревянной палочкой. Проекторы у него были прямо возле него, возле доски. Хотя в других классах и школах они были в задней классе стояли. Obwohl он там такими вот зеркалами под углом все это вымерял, и он сделал так, чтобы он был рядом. Но он был образованный человек, он был очень умный. Это был образованный человек, он был очень умный. Его звали Самуил Абрамович. Он был настоящим евреем, хотя я об этом тогда не знал еще. Это был настоящим евреем, хотя я об этом тогда не знал еще. И вот прошло 10 лет, когда мне уже было 25. И я встречаю его снова. И я встречаю его снова. К тому времени я узнал, что у евреев есть такое имя Самуил и Абрам и многое другое. Замуил Абрамович, я даже просто удивлен, как вы являетесь представителем народа Божьего. И я сказал, что самуил Абрамович, я верю вас, что вы являетесь, который был в Боге, избранного народа Богом, который был в Боге, которому многое принадлежит, законные положения, обетования, от которых пришло в Спасение через Иисуса Христа, как вы еще можете оставаться Атеистом. Как вы еще можете оставаться Атеистом? Конечно, это он улыбался, ему это не очень сильно нравилось. Им hat это не besonders gefallen, но он у нас были хорошие отношения, то он поделился со мной одной мыслью. Он сказал, что я пишу диссертацию. Он сказал, что я пишу диссертацию. Докторскую диссертацию. Я не помню, какая была тема. Я не знаю, что это было, но мысль была такая. Но это было такое. Создать человечеству материальные условия, чтобы уменьшить Зло на Земле. А чтобы человек ничем не нуждался, чтобы он не грешил, чтобы он не делал Зла, чтобы он не делал Зла, и это была его докторская диссертация, такая тема была. Я ему сказал такие слова, которые его очень сильно угорчили. Я ему сказал, что Samuel Абрамович, это очень такая хорошая и добрая идея. Я ему сказал, что Samuel Абрамович, это очень хорошая и добрая идея. Но оно ничего не получится, не выгодит ничего. Но он не может быть просто, потому что в человечестве грех живет, и никакие знания, материальные блага, материальные гути, научно-технический прогресс или технический прогресс могут поменять сердце человека. Только Иисус Христов, Сын Божий, может изменить сердце человека. И познаете Истину и Истина сделает вас свободными. Иисус Христос есть Путь, Истина и Жизнь. И Он дает новое сердце, новую жизнь. И Он творит нового человека. И Он творит нового человека. Друзья мои, люди могут многое в жизни менять. Можно поменять работу. Можно поменять квартиру. Можно поменять квартиру. Можно поменять автомобиль. Oder das Auto. Vielleicht sogar den Wohnort. Друзья мои, но кто поменяет сердце человека? Meine Freunde, aber wer wird das Herz des Menschen ändern? Wer wird ihm ein neues Herz geben? Люди меняют внешность. Die Menschen ändern ihr Aussehen. Но внутренность не меняется. Aber das Innerste ändert sich nicht. Есть такое животное, называется Chameleon. Es gibt ein Tier, das nennt sich Chameleon. Это животное меняет окраску. Dieses Tier, es ändert die Farbe. И очень быстро. Und das auch noch sehr schnell. На глазах человека. Vor den Augen der Menschen. В зависимости от обстоятельств. Abhängig von den Umständen. Друзья мои, люди могут многое поменять. Meine Freunde, die Menschen können sehr viel ändern. Но только Бог может дать новое сердце через свое слово. Aber nur Gott kann ein neues Herz geben durch sein Wort, с которым он обращается к людям. Durch das er sich an die Menschen wendet. Это был учитель философии. Das war eine philosophische Lehre. Philosophia это наука о мудрости. Philosophie ist die kunde über Weisheit. Aber diese Weisheit ist menschliche Weisheit. Als ich in diese Stadt Lahr gekommen bin, haben die Brüder mir eine Kassette gegeben mit der Predigt von Reinhard Bonnke in deutscher Sprache. Und dort habe ich ein Gespräch gehört von Reinhard Bonnke mit einem Philosophen. Und wenn ich dann richtig verstanden habe in der deutschen Sprache, weil ich damals es mir so übersetzt habe, wie ich gesagt hat, die Philosophie ist wie ein Schiff, das auf der Sandbank steht. Aber dieses Schiff braucht Wasser, damit es schwimmen kann. Und solange es dieses Wasser nicht gibt, ist diese ganze Philosophie diese Wüste der Welt, aber es ist nicht nach Christus, denn nur in Christus lebt die ganze Fülle der Gottheit lebendig. Und die Bibel sagt, wenn der Sohn einen frei macht, dann ist man wahrhaftig frei. Meine Freunde, durch sein Wort zeigt Gott oder spricht Gott zu den Menschen über seinen Willen, redet über seinen Sohn Jesus Christus, der im Leib eines Menschen hier auf diese Erde gekommen ist, damit er leiden wird für die Sünden der Menschen, um zu sterben auf dem Kreuz von Golgatha und wieder auf zu erstehen für ihre Rechtfertigung. Um die Menschen zu erkaufen von der Sünde, um ihre Übertretungen zu vergeben und sie vorzubereiten für die himmlischen Wohnungen. Und meine Freunde, unser menschliches irdisches Leben ist eine Vorbereitung für diese himmlischen Wohnungen. Apostel Paulus spricht im Korinther Brief, dass alles Alte ist Vergangen, siehe, es ist alles Neue, wer in Christus ist, der ist eine neue Kreatur. Meine Freunde, Gott tut durch den Heiligen Geist das den Menschen geben. Man braucht nur unseren Willen und unsere Entscheidung. Freunde, das ist ein Wunder Gottes, dass das Worte Gottes bis zur heutigen Zeit erreicht hat. Brüder und Schwestern, Freunde und Gäste werden jetzt gleich beten. Gott kann auch heute noch vergeben und erretten. Gott möchte auch heute noch ein neues Herz geben, neue Worte und neue Gedanken. Und vielleicht gibt es hier an diesem ersten Tag in unserer Versammlung, an dem Tag des Festes, Menschen die einfach müde geworden sind von diesem alten Leben, die etwas Gutes in dieser Welt gesucht haben, es aber nicht gefunden haben, weil die Welt liegt im Bösen oder im Argen, aber Gott gibt seinen Frieden, den Frieden Gottes, so laden wir ein zum Gebet, wir bitten diese Menschen nach vorne zu kommen, die Gemeinde wird beten, damit Gott ein neues Herz gibt, neue Worte, neue Gedanken, die Sünden vergibt und reinigt von aller Unwahrheit, damit man sich von den toten Werken zum lebendigen Gott wendet, Möge sein Name verherrlicht werden in unserem Leben, wir stehen auf, danken dem Herrn und werden zu ihm beten. Das ein besonderes , das ist ein besonderes , das ist ein besonderes , das ist , das ist Субтитры создавал DimaTorzok